Валерий Морозов, Кратанский, это будет Тимирхан Зиадинов? А, Тимирхан! Да, 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 да. Поэтому... Тимирхан, ты слушай, я тебя приветствую. Дорогу вам ответить через миссию бренда Швангурас Янасу Геребес. Геребес, пожалуйста. Геребес, здесь. Добрый день. Поближе. Здорово, послушаю вас. Не знаю, как зовут. Спасибо. Все правильно говорите. Вы тоже будем всегда один, но меня снимать не надо. Лучше делать. Давайте я расскажу про маркетинг через тот продукт, который нам, нашей команде удалось создать. Мы в маленькой компании, но с большими амбициями. Двум словах о себе. Мне 30 лет. Вообще это не основное достояние у человека детей. И я мастер спорта по борьбе, недавно прошлом, профессиональный спортсмен. Вот. Шили чуть-чуть одежду, а потом пришла идея создать продукт. И через маркетинг, я расскажу в двух словах. Я не готова к результату освещать. Мы работаем с домом по проекту. И там защищались. По ней пробегусь, потому что я еще с советского воспитания. И когда нас воспитывали в спорте, Было другое, что надо быть специалистом, профессионалом в своем деле. А вот уже в начале 90-х, в 2000-е, воспитывали молодежь, что надо поверхушку не хвататься. И вот здесь посидел, здесь посидел. И также родителям спор отдавали зачастую. Было бы ходить сюда чуть-чуть, сюда чуть-чуть, сюда чуть-чуть, чтобы ты умел. Я вот другого мнения и считаю, что надо выбрать какое-то дело на всю жизнь. И оно должно быть таким крупным. И вот этот вопрос как-то зачем не будет. Не надо его себе создавать. Это у меня не получилось, Татьяна Олимпийских чемпионов. Потому что тренер говорил, ну я благодарен тренеру, Антон Андреевичу, да, своему. Он говорил, ты можешь стать первым человеком, который для Татарстана привезет золотой Олимпийский медаль. У меня не получилось. Но вот сейчас тренер говорит, что я могу стать первым человеком, который видит компания на мировой масштаб и показывает искусство Татарстана во всем мире. Вот теперь чуть-чуть о проекте. Алга – это, я сейчас в двух словах расскажу, что это вот некословутые четыре буквы спортивных костюмов с каким-то названием. Найк, Умола, Рубьяна, Брунелла, Диор. А это чуть-чуть глубже, чем вот эти, ну вперёд, знаете? Чем просто вперёд, да. А как? У нас сейчас девять магазинов в сельском, ну в республике. Диоргий Красный, Альминьцинск, Казань, Бутик есть. Там базовая коллекция премиальная. Ну, мы на Marketplace представлены. Так, и чуть-чуть везде. А вот смотрите, что современная ситуация будет в западных брендах. Вот так вот во всём мире было. Но Marketplace, особенно в России, я их там благодарю очень, они начали вот это всё смещать, потому что лидерами продаж на Marketplace является одеждой без лейбов. Вот, тренд одежды с надписями, хулиган, душнина, Гриша Ярчик. Кто-то вот моего поколения видел, проходил, то, что их, может, дети. Видите, неосознанный выбор одежды с серьёзной проблемой. Мы-то на самом деле так в Яндексе прочитали, там не грустили «Самолёт» с этими надписями. И давайте вот о самом проекте Алга. Почему подробно на этом хочу остановиться? Потому что каждый из вас предприниматель, и когда вы у себя в компании достучитесь, для чего вы это делаете, ну, явно будет всё потом накладываться. Вот неотъемлемой части культуры любой. Американской, там, балалайсинской, да, там, татарской, чубашской является, вот эти паразиты. Верный, язык, литература, праздники одежды, искусственной кухни. Мы это в 2019 году случайно не знали. Но давайте по такому скажем. Вера. Мечети. Сильно развивается вспомнить? Да. Да. Язык. Поддерживается. Поддерживается? Ну, на самом деле, по сравнению с другими регионами, очень сильно поддерживается. Литература. Гордулаз, Портура, Мусаджа, Одни. Очень много писателей. Праздники. Какой класс? Собостой. Совершенно верно. Вот смотрите, сколько наций в России, да. Все знают, что у Попада есть праздники. Миллиардов вкладываются, чтобы в каждом районе инициативе проходил с водой. А это поддержка национальной культуры. Одежда есть, искусство. И кухня. Ну, искусство, как, конечно, Байджула Мачехи и нынешней интерпретации. Эти там звезды татарской эстрады. Театры, да, которые очень сильно у нас развиты. Тимчури, Накамада и Кони. Сильно развиты татарстане? Да. Чимай. Да. Чимай. 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 Чим. Чимай. Чимай. А задача брой-долга и мы себе представим, чтобы в повседневной жизни люди начали носить, под треничей exterior, чтобы выступать, чтобы в повседневной жизни люди начали носить. Не только на праздниках, но давайте про наших партнеров-американцев поговорим. Вот этой системой можно будет нас завоевать. Посмотрите, веры. Говорят, что веры нет, мальчик с мальчиком можно. Не только по отношению к России. Язык. Везде музыка. Какая? Английское американство. Вот везде. Без партнеров зайдешь, куда не зайдешь. Литература от Гарри Поттера самого популярного. Обратите внимание, это все художественные фильмы их. Потом праздники. Мы на Новый год совершили. Теперь у нас дни на Новый год. Не наш праздник, а как это называется? Правильно. Американское общество. Они так и внедрили. Теперь смотрите. Словно. Но сам праздник у них... Кто? Дед Мороз молодежит? Спросите или Санта-Клаус? Да, они все скажут Санта-Клаус. Правильно. Джинсы. Одежда. Джинсы. Самый популярный. Представляете носить джинсы? Мечтали. 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 Потому что вообще санта-Клаус много о чем мечтали. Да? То, что недоступное. А джинсы, это же одежда как бы... Они неудобные. Я вот лет 10 не нашел джинсы. Нет жизни. У них потеет одно место. Снимай. 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 Посмотрите. Одежда и бомберы. Ну, вот как по всему миру воспространять искусство? Ну, вы будете художники самые хорошие. Какие-то люди, уродные. Ну, все одни. Ну, они молодцы. Стоит аплодировать, они надули весь мир. Вот по этой стратегии. Ну и кухня, конечно. От японской грузинской, да? Все везде хорошо, кроме татаска. Раньше было. Ну, не по всей России так. И сейчас я езжу по регионам. Там любая кухня, но не советская, не российская. Была. Сейчас все не имеется. Поэтому вот мы в разделе одежды начали трудиться с 2019 года. Как и на крыльные дни. Посмотрите. Почему национальная одежда не носит повседневную жизнь? Там архаичный. Для этого уже время прошло так, как находить повседневно неводно. Вот. И мы поставим перед собой задачу... Блин. Вот он сам будет листать тогда на основном. Да. Вот смотрите. Основную задачу поставить на современную сторону. Вот так подходил татарской тенгенции. Видите, мы это где-то подсмотрели. И решили сделать костюмы. Сами же их и назвали тукайкой. И с ним почему тукайка? Да. Ну, слышали костюмы? Тукайка. Это его больше не нужно прибегало? Вообще-то тукайчик. Вот Устерман 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 Устерман. После этого начали уже военных других держав это использовать. Ну, вот татары тогда посмотрели и начали носить эту одежду. Мы подумали, как сделать так, чтобы ее начали носить по вседневной жизни. Мы ее чуть-чуть осовременили. Сделали там резинки, как пацаны, костюм, крючки, чтобы можно было у нас с кроссовками, с кетами ходить. И назвали ее тукайка. Почему тукайка? Вообще это официальное название угла тукайка. Мы не хотим, но мы назвали, мы прошли на Баумана и спросили не у приезжих, а у местных студентов, кого они знают из писателей. И из десяти, вот даже сейчас вы спросите, девять вам ответят две фамилии. Какие? Тукайки сажали, правильно. Никого не знают. Вот мы подумали. Так, что надо назвать продукт тукайкой, чтобы молодежь так, как они тукайки знают? Да, чтобы была стать иная. Вот все ее начали назвать. И вот сейчас те люди, которые все знают, что этот продукт называется тукайкой. Да, вот мировой пример Китая. Видите, как у них предки ходили? И благодаря какому актеру, как вы считаете? Джейки Чан. Джейки Чан, совершенно верно. Джейки Чан молодец, он когда с Голливудом подписывался, он сказал, я буду везде в своей одежде. И в Китае по разным источникам до трех процентов населения ходят в таланты. Или в джинсах, или в бомберах, или в каких-то классических талантских костюмах. А именно так. Ну и региональный пример России. Для нас это действительно послужило примером. Потому что я сам был его грозным. И мы для Родзона Антманча, еще будучи мини-брендом, а шили одежду в спортивных костюмах. И вот он еще там в середине девяностых начал сначала внедрять так, как война не хотели в спортзал. А потом вот такой вариант. И обратите внимание. И сейчас гости к нам в учебу приходят, когда мы этот продукт показали. Вот там восемь, девять из десяти. Это как у чеченцев. Ну, то есть они не говорят, что это как-то в рейдж, да? И вот благодаря вот этому слову, там, за десять лет, остатильный ряд во всей России, с той одеждой, которую носят, там, эвакуация президента. И нигде бы он не был, он прям вот всегда блин. Мы чуть-чуть смотрели оттуда и подумали, что, ну, если у него получилось, то у нас есть возможность уже. Прогнуть продукт. Что напоминает человеку в последневной жизни, а его национальности, да? Возвольте, бизнесу или посуду. А соседи? А соседи? А соседи, если в Татарском городе. А, второе. Вот смотрите, предмет в доме напоминающий о национальности. Вот живой пример. Я вам говорю точечный. Мой родной дядя из города Ухты, республика Коля. Родной братичка моей маме. Папа, вот живу здесь радио, нет телевидения. У меня уже жена, она говорит, ну, нефтяник хорошо живет, вся квартира вот такая вот. Сразу верю. Так, секунду. Вот. Видите? В европейском стиле. И он говорит, мне вообще общаться в Татаре нет. Он говорит, папа, только с тобой взговариваю, с другими на татарском. И еще что мне напоминает, потому что это Татаре, да? Потому что дочь вышла замуж за Сережу, и у него теперь, он говорит, у меня два внука Миша пить его. Вот. И он жалуется там ей. И она мне потом это рассказывает. И она говорит, что мне напоминает, потому что Татаре она продукция, говорит, у меня продукция с Алла. Потому что у меня куртка Алла, я без полка. И вот этот Миша, говорит, ругается, ну, у меня в шапах от тети моя. Тебе что, у тебя одеть больше нечего? А он каждый день одежду к нашему носит. Вот. И как это было раньше в домах? Да. То есть вот ты заходишь в дом, а угла так, то есть и сразу понимаешь, где находишься. Ататарскую доме. Вот недавно был в одного олигарха, и там вот вообще нет. Он батареян, ну вообще ничего не напоминает, потому что татарский взошел, и как будто бы как-то нашел. Вот. И, ну, вот, это современность, это же тоже оттуда. Вот предметы иначе. И задача Алла, да, это вот как преподаваться? Одна задача. В России всему миру. Мы, как Брэд, ни одному блогеру ни рубля не заплатили. Мы изначально, когда разбираюсь, это моя такая жесткая позиция. Я говорю, слушайте, вот здесь звезды, там татарский страны, сбор, там Убин, Акбарс, да. Если, ну, когда мы говорили, давайте там бартер на основном сделаем, потому что мы, я говорю, я же не включаюсь на своей машине дорогой. Слава Худину, когда из Вадим, Слава, вы мне билеты у них сделаете, бесплатно, я же рекламирую тут среди борцов. Я говорю, поэтому те, кто желает с нами на бартер на основном работать, тогда мы с ними будем сотрудничать за деньги, не будем представить, хотя это дешевле было давать деньги. Ну, на старт. Сейчас они сами к нам просят, в большинстве случаев. Ну, люди уже, потому что мы чуть-чуть, как бы, узнаваемость приобрели внутри региона. Вот. Первый его область. Нет. Первый область. Да, и задача нашего бренда, да, мы же запускались только как спортивный костюм, ну, просто один спортивный костюм интегрироваться в повседневную жизнь. что-то можно было на пляж, было продукт и спорт в праздничном мероприятии. Вот. Ну, помимо этого, популяризация семейных ценностей, приобщение людей к консиональному колорезу. Есть вот такие прикольные вещи. Долга больше, чем надежда. Вот, ну, в двух словах, вот эта презентация о продуктах. Дальше. Что... Алга, вот, в своей вот такой нише небольшой, да, ну, как проект, дело не так, популяризируем культуру. Поэтому все фишки из такого вот маркетинга, они сами сейчас из себя уходят. Ну, вот, предположим, мы на стартках благодарим каждого своего клиента за поддержку национальной культуры людей. Люди этого не понимают. И сотрудники это не понимают. Даня говорит, спасибо за поддержку национальной культуры. И вы, да, за что спасибо? Ну, а мы говорим, ну, потому что вы ведь умеете хотя бы для одного человека вы надели, да, одежду. Где-то у нас есть одежда вообще без логотипов. Но почему на стартовании были два республики и Салга? Потому что я считаю, что, посмотрел на мировые бренды, там определенно у себя есть логотип один. Обратите внимание, какие-то короткие названия. И вот, чтобы популяризировать любовь к национальной одежде, ну, вообще к культуре, я подумал, ну, прикольно, если будет герб ассоциироваться. Потому что мы поехали в Яшкаролу в 2017 году. У нас был костюм в другом республике. У меня. И я начал спрашивать, потому что Татарстан написан. И в Яшкароле, на центральной улице, у меня какого-то красного кремля, как бы, не знаю, пять из десяти вот так смотрят, там Татарстан написан. Ну, не знаю, какой-то прикольный логотип какого-то неизвестного города. Я говорю, молодец. Вот. Я говорю, а еще что? А в Казани мы опросы сделали? Да, это же логотип Агварский. Правильно. Вот. Потому что у молодежи уже. Потому что Агварский – единственный хоккейный клуб ХХЛ, который играет в любом республике. Все остальные играют с лейбом. Поэтому мы пошли именно в простую, вот такую базовую вещь. Я понимал, как будущее спортсмена, когда стоял на Казанистане, что, ну, это для меня гордость. Я понимал, что будут люди из любой сферы, которую с удовольствием, с гордостью их будут носить. Вот. И... Ну, в любом случае, даже если ты не родился, ты же в Татарстане пригодился, раз ты здесь у нас покупаешь. Ну, тогда Marketplace, и мы не участвуем в них. Вот. Поэтому либо ты выбираешь одежду с гербом, ну, раз здесь пригодился, ну, а если ты там и родился здесь, то там, как бы, сам Бог ел. Да? И алга. Почему? Потому что позиция... Ну, не артажа. И уже мы тоже фокус-группы проводили, это, правда, было не надоумно, только химиков, мы смотрели там, из ваших людей, у взрослого поколения, как... Ну, спортсмены взяли туда ездят. Как он реагирует, надоумно было бы, он молодец, вот вперед идет, молодец, вот и все. А если он просто в другой-другой надписи, ну, там, взрослого детства, это, по крайней мере, он вообще никак не реагирует. И поэтому это, как бы, у взрослого поколения вызывает, ну, там, уважение. И, ааа, мухима...